Катай, 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 катай! Уже с первой минуты игры на поле закипели нешуточные страсти. Сдаваться без боя никто не намерен. Но в первую очередь, по словам игроков, их задача в товарищеском матче не помериться силой, а доказать сплоченность самарских депутатов и сотрудников мэрии. Администрация и думает одно целое. И мы всегда встречаемся на площадке, с удовольствием друг с другом играем. Это положительный пример. В первую очередь, конечно, молодежи, которые вот здесь вот находятся, на набережной, чтобы они, соответственно, глядя на нас, также приобщились к здоровому образу жизни, к занятиям физической культуры и спорта. Силы игроков равны. Как профессионалы, так и любители есть в каждой команде. Но счет игры удается открыть городской думе. Да хорошее настроение. Почему не сыграть с коллегами в футбол? Во-первых, это сближает. Во-вторых, это в игре видно лучшее и худшее качество людей. Ну, а в-третьих, это просто весело. Наши парни бодрые, наши парни смелые, нашу боль в сборе наши ваши сделают. С мест болельщиков за ходом игры следит группа поддержки, несмотря на полящее солнце, подбадривая игроков. Поддержать своих решил и председатель Самарской городской думы Александр Фетисов. По его словам, с каждым годом спорт в Самаре становится все более доступным. Лет пять назад на эту площадку надо было записываться, приезжать в семь утра или уже в одиннадцать вечера, чтобы сыграть, потому что их просто не было. То сегодня стало больше современных площадок с искусственным покрытием, где люди всех возрастов, а самое главное – это молодежь, могут играть в футбол, вести здоровый образ жизни. Товарищеские матчи по мини-футболу между командами Самарской городской думы и городской администрации уже стали традицией. В этом году участники своим примером хотят передать заряд бодрости участникам турнира «Лето с футбольным мячом», открытие которого уже состоялось. В прошлом году в нем приняли участие порядка 40 тысяч юных футболистов со всей области. Что касается матча нынешнего, сыграли в ничью. Со счетом 4-4 победила «Дружба». Павел Баймаков, Константин Головин. События.